А вас не обижают, что вас считают вот таким человеком? Нет, совершенно. Люди не понимают, в общем, кто вы? Совершенно. Это как я говорил. Во-первых, я определял очень просто. Институт юродства в России никто не отменял это раз, а на самом деле, по большому счету, колпак Джокера. В картах Таро, да, и вообще в любую карту. Туз он только туз, король он только король. А Джокер может быть и тузом, и королем, и дамой, и вальтом, и шестеркой. Все единое, как Державин писал. Я царь, я раб, я червь, я бог, я бог. А как вы к людям относитесь, которые вас таки воспринимают? Я умею в ноль выходить, и я понимаю, что это игра. Тотальная игра, и нельзя судить актера, играющего от Элла, за то, что он задушил Дизнемона. Также и тех, кто не раскрыт. А вы можете сейчас 5 секунд не играть? Нет, но когда я... Она продолжается все время. Она просто более адекватная у нас. Он, как кто-то из Умных писали, говорит, вы когда Джигурда адекватный, вы не думайте, это он играет по адекватному. Весь мир театр, люди в нем актеры. Ты в нем спектакль. Я тоже. О, я прямо к стене прижался, жалко меня не видно. А это рублевка, рублевка. Вот что такое рублевка для России, для людей русских? Это иллюзия, на самом деле. Иллюзия чего? Иллюзия счастья, иллюзия обладания властью, иллюзия славы. Но это все пленяет настолько сильно, что люди могут на несколько, что называется, воплощений зависеть. У вас пленяло когда-нибудь с того? Нет. Вы всегда понимали, что это? Я всегда был настроен на идею с юности, на идею. Поскольку дух – это тонкое состояние материи, а материя – плотное состояние духа. Это единая субстанция. Поэтому мне стало интересно, что называется, монетизация, но не ради баблоса, а ради как раз идеи, доказательства, что не существует в материи духа отдельно. Хорошо, а это у вас творчество или бизнес? Творчество. Но который еще деньги приносит в последнее время? Который приносит деньги, но я несколько раз отказывался от многомиллионных контрактов, которые мне предлагали с условием петь только то, что мне скажут продюсеры, образ только тот, который скажут продюсеры. Мне мастер Евгений Рубен и Симонов, великий русский армянин, хотел, чтобы я сыграл в его пьесе поэтической юролевого Василия Блаженного. И идея была очень простая. То есть вот я, фактура, все, но понимая, в какое время живешь, выходя из избушки, брази, копеечку, и он играет юродиво, а возвращаясь домой, снимает маску и становится добрым молодцем, ибо в деревню одноногих идут на одной ноге, сказано. Но эта ситуация опасная, потому что можно на одной ноге и остаться, подыгрывая. А ток-шоу сегодняшнее все ради бабло. Все. И они очень часто, я приходил, я сбрасываю хрип, я начинаю нормально гореть, это вырезается, и оставляю, и оставляю. Настоящий джигурдат. Да, да, да. И вы это часто используете в интернете? Ну, потому что ток-шоу платят деньги, я понимаю, я иду в чужой монастырь, или ты не идешь, но тогда тебя нет. Он не революционерный, а у меня зачем лучше этих вирусов? Да, 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 да. Ну, я прекрасно боюсь. Но при этом, используя вирусные технологии, я свою идею всегда, всегда тянул, и несколько раз их ловил в свои ловушки. То есть создавая ту реальность, которая им нужна, а приходя на шоу, начинал играть в свою игру. Руку, пожалуйста, на камеру прямо. Свою игру. Я очень, очень... Три четверти роликов мне оплачивали деньги по 10-15 тысяч долларов. Просто я шел на то, на что актеры моего уровня не соглашались и никогда бы не согласились. Вам, наверное, сниматься уже пора, Никита. Ну что, вот вы увидели более-менее настоящего Жигурду, хотя он говорит, что все время играет. Ставьте лайки, пишите коменты, в комментах пишите, как вы все-таки относитесь к Жигурде, верите в такого Жигурду или думаете, что это опять наыграно. Подписывайтесь на мой канал. Это был Алексей Лорицын. До свидания, друзья бои. Ну и другие френды. Субтитры сделал DimaTorzok